В Госдуме одобрили лишение свободы за публикацию фейков о российской армии. Теперь, например, за недостоверную информацию о наших военных может грозить лишение свободы до 15 лет. Это актуальное в настоящее время решение, так как сегодня против нашей страны развернулась настоящая информационная война, инициированная сторонами Запада. Прецедентов к такому информационному давлению история еще не знала. Информация поступает отовсюду, и побочным эффектом такого плотного информационного поля становится не только перегрузка нервной системы, но и прямой ущерб государству, включая его имидж и перспективы дальнейшего позиционирования на мировой арене. Тем продолжит наш корреспондент. С каждым днем появляется все больше сообщений, которые не относятся к достоверной информации. Над фальсификацией фактов работают профессионалы, и неподготовленному человеку сложно отделить зерна от плевел. Фейки распространяются в различных форматах. За последнюю неделю выявлено более полутора миллионов фейковых вбросов о ходе специальной операции на Украине. Самый простой способ — поделка фото и видео через редактор. Подключились к пропаганде и соцсети. Чем безумнее и невероятнее ложь, тем быстрее она получает поддержку. Репосты, рассылка в мессенджерах, пересказ друзьям и знакомым. Так, недавно в Facebook стали появляться рекламные сообщения о том, что в России водится военное положение. Причем информация разнится в зависимости от того, из какого города пользователи заходят в соцсеть. Какие источники информации выбирают и каким доверяют, мы узнали у жителей областной столицы. Какой информации доверяете вы сами? Вообще официально это именно ведомства, организации, которые выкладывают информацию проверенную, которая публикуется у них на сайтах, именно государственного формата, так скажем. Ну, если не сочетается с информацией от ряда других источников, которые кажутся мне достойными. Стараемся, конечно, объективно не падать на любую информацию. Все анализируем, все только по своему, скажем так, опыту. Сложно сказать, какая информация правдивая? Ну, чем больше фактов, чем больше совпадений этих фактов, то вероятность, наверное, правдивости такой информации тоже выше. Ну, вообще в интернете достаточно информации, можно сравнить, оставить свою точку зрения. Сейчас для борьбы с фейками создают группы в социальных сетях и сайты. Специалисты советуют, нужно доверять только официальным источникам. На новом портале объясняем.рф есть вся необходимая и проверенная информация. Поэтому не торопитесь верить всему, что сегодня вбрасывается в информационное пространство. И уж тем более воздерживайтесь от тиражирования непроверенного контента. Продолжение следует... Продолжение следует...